Добрые, верные и веселые далматинцы – мечта многих. В идеале, конечно, иметь 101 далматинца. Но даже один пес этой породы – огромное счастье. Далматинцы – это крупные и потянутые животные, мускулистые и сильные. От других собак они отличаются не только забавными пятнами, но и большой выносливостью. Кстати, правильно называть представителей этой породы далматины, но в народе закрепилось название далматинцы. Такой чудесный пятнистый друг недавно появился у Сони. Я далматинца еще с детства хотела, но потом как-то появился шанс, что брат захотел собаку, а он в институт ездит, ему неудобно его оставлять, и пришлось ему отдать мне. Но папа и мама очень обрадовались. В 18 веке далматинцев использовали как каретных собак. Пятнистые четверолапые бежали под экипажем недалеко от копыт лошади. Они не только развлекали своих хозяев, но и бесстрашно охраняли экипаж и имущество. Сегодня далматинцы уже не используются как каретные собаки, но они до сих пор дружны с лошадьми. Теодор вообще очень дружелюбный, и если бы мог, то подружился бы со всем миром. Почему именно далматинец? Ну, я смотрела мультик далматинцев, и мне очень они понравились, и они были веселые, всегда гуляли, и они очень любят детей. Первое, что приходит на ум при виде далматинца, всеми любимый диснеевский мультфильм. Наверняка и ты, зритель, не мог оторваться от экрана телевизора, когда там показывали приключения маленьких далматинцев. Я сама была огромной поклонницей этого мультика. Именно он сделал далматинцев одной из самых популярных пород собак. Я люблю героиню маму далматинцев. Она была всегда добрая, она следила за детьми, она всегда их считала, и она была хорошей мамой. Теодору всего 4 месяца. Организм растущий и аппетит отменный. Далматинец придерживается здорового питания и отдает предпочтение натуральным продуктам. Какой рацион твоего питомца? Он очень любит мясо, очень любит курицу, телятину, косточки, очень много ест и очень много молока с творогом пьет. Теодор, а имя какое интересное. Сразу ассоциируется с коридой в Испании. Или с бурундуком. Помните из мультика «Элвин и Мурдуки»? Он был таким толстеньким и смешным. Так, стоп, ведь далматинец – это не бык. И уж точно не бурундук. Его так назвал мой брат из-за того, что... Ну, честь одного актера, его зовут Теодор, это далматинец. Далматинцы очень дружат с лошадями, с овцами. И они вообще-то охранники и охотники за животными некоторыми. И они любят охранять что-то. Вот когда я домой прихожу, если он увидит, что кто-то сел на мое место, ну, на мой стул школьный, то он сразу или кусать, начнет царапать и лаять. А когда я там сижу, он ко мне залезет на ноги и начинает сидеть и хочет, чтобы я его погладила. Далматинца нужно воспитывать. Ведь, как и многие другие собаки, он может быть непослушным. Но если вы найдете к нему подход, то получите отличного друга на всю жизнь. И Соня сумела это сделать. Я живу в доме. Теодор не царапает ничего, не кусает. Ну, один раз было, когда я в школу уехала, он меня набордачил чуть-чуть. Но я убрала, его чуть-чуть наругала. А так он больше не бордачит и ничего не творит такого. Мне брат сказал, что его правильно ударить по туловищу, чтобы четыре пальца были и очень громко. И я его так ударила, и он сказал, Владик, что надо его пожалеть, как ударить потом. Я его пожалела, и он понял, что этого больше делать нельзя. Теперь Соня и Тео неразлучные друзья. Ведь с такой собакой нигде не пропадешь. Далматинцам можно отправиться хоть на край света.